Всем привет, и с вами та самая мисс Евка. Сегодня новое видео на моем канале. Очень часто стала стараться выпускать какие-то большие видео. Если вам нравится, обязательно напишите об этом в комментариях. Я всегда к вам прислушиваюсь. А сегодня у нас видео дегустация всех вкусов шоколадок Альпенгольд с разными взрывными штучками. Я даже вот не знаю, как сказать, потому что везде разные. Тут вот, допустим, взрывная карамель. Тут вот, допустим... А, тут тоже взрывная карамель. Значит, они все с взрывной карамелью. Да. Все вкусы шоколадок Альпенгольд с взрывной карамелью. У меня тут их 5 штук прекраснейших. Просто вот... Такая красотень. И все эти шоколадки мне подарила подружка, и поэтому у меня родилась быстрая такая идея снять на них все дегустации. Что там происходит с собаками. И попробовать рассказать. Я думаю, вам такой формат будет интересен. Ну а мы начинаем начать. В общем, я хочу со своей самой-самой любимой шоколадки. Честно, я, конечно, не могу прям, знаете, уверенно сказать, что это самые вкусные шоколадки из всех, которые мы будем сегодня пробовать. Просто-напросто, потому что никакие из этих, кроме вот еще такой, я не пробовала. Ой, она поломалась. Для меня это все какие-то необычные вкусы. А вот это вообще, если не ошибаюсь, новинка. Может быть, это просто... Я немножечко не в деле. И не знаю, что это уже давно вышло. Но для меня это новинка. Хорошо. Начну с самой вкусной и самой идеальной шоколадки. Это взрывная карамель, мармелад, печенье. Казалось бы, все просто. Но я люблю эту шоколадку именно за то, да, что там, во-первых, взрывная карамель. И вот эти вот недвижущие, такие, знаете, мармеладки, в общем. Так. Ну, пахнет, конечно, уже прекрасно. Смотрим, как она у нас будет. Ну, как обычный шоколад, я думаю, еще все будут. Так, блин, она поломалась. Так как я ютуб-блогер, могу позволить себе кусать шоколад так. У меня уже во рту начинает все взрываться. Честко. Ну, смотрите. Обычный шоколад. Это же молочный. Это молочный, да. Молочный шоколад, ну, вроде как, да. Слушайте, молочный, да. Он до сих пор все взрывается, в котором находится взрывная карамель и кусочки мармелада, которые похожи как на таких медвежуных жилеек. Медвежуные жиле. Мы жилейки, короче, похожи. Ну, тут вот понятненько, да. Почему-то в детстве мне она казалась вкусней. Может быть, просто потому, что, во-первых, я перела шоколад, и, во-вторых, я уже как-то стала к нему роднодушна, поэтому я поставлю этой шоколадке, наверное, где-то 8 из 10. Вкусненько, классненько. У меня до сих пор во рту это все взрывается. Приступаем к следующей шоколадке. Я решила начать с шоколады, которые мне известны, и пойти дальше те, которые я ни разу не пробовала. Следующая вот такая вот шоколадка. Это манго, ананас, маракуйя, взрывная карамель и шипучие шарики. Я такую тоже пробовала, если не ошибаюсь, то, да, я пробую. Но у нее был такой специфический вкус. Сейчас я немножечко освежу, так сказать, свои рецепторы и вспомню. Тут, да, больше, знаете, пахнет какими-то такими фруктами, там, манго или вот маракуйя, как нам обещают. Внутри такие вот пупыришки. А, кстати, в этой шоколадке так же было? Нет, смотрите, тут чуть-чуть по-другому, тут и больше. Отлично. Вкусаем. Ммм, мне классный шарик. Шипучие шарики, вот. Ой. Прям в горло дало, ну, короче. Это, это мощно. Я аж покраснела. Я тут немножечко попила. Это было мощно, потому что мне прям как в горло, знаете, этот шипучий шарик. Обычный такой же вкусный шоколад. Внутри мне попался один из шипучих шариков, который сразу мне в горло улетел. Начало взрываться, вот как это делается, шипеть. И он был кислый. То есть, скорее всего, там что-то было похоже на ананас или маракуйю. Собственно, что нам и обещают. Эти шоколадки я поставлю 6-7 из 10. Потому что для меня она казалась какой-то слишком кисловатой. И вот это вот, как он не вкуснее, чем это. Посмотрим. Сегодня я хочу составить даже топ этих шоколадок. То есть, какие будут вкусные, какие мне понравятся, какие мне не понравятся. Будет топ-5. У нас как раз их топ-5. И кто будет на первом, кто будет на последнем. Сейчас все узнаем. Так, следующее. Следующее я хочу попробовать вот такую с попкорном. Мармелад со вкусом. Колы, попкорн и зубная карамель. Кола, кола. Я равнодушна, честно, к ней. Но я люблю... Если я ем мармеладки, а я это ем очень редко, немножечко колой пахнет, но слабо. Я ем... Я очень люблю кушать мармеладки со вкусом колы. Так, шоколадка выглядит точно так же. Они все одинаковые, только похожи на полонания разные. А они немножечко поломанные. Наверное, потому что они пока дошли через Валборис, немножечко их жизнь покрепала. Ребят, это интересно. Это прикольно. Рассказываю. Во-первых, взрывная карамель тут не сильная. Ну, среднячок. Вот здесь было пожестче. И кисло сразу. А здесь мне нравится то, что это не сразу резко. В общем, я чувствую колу. Отдаленно, но она есть. Попкорн. Ой, смотрите, послевкусие. Сейчас у меня появился попкорн спустя время. У меня прям во рту, знаете, такое. Послевкусие как раз попкорна. То есть не сам прям какой-то попкорн. Отдаленно так вот попкорн. Какой-то жареный, хрустящий. Блин, это очень прикольно. Я поставлю, наверное, ей 9 из 10. Мне прям понравилось. И все, что нам обещают, все я почувствовала. Это прикольно. Это прикольно. Мне прям вообще зашло. Так. У нас осталось всего лишь 2 шоколадки. И я не знаю, насколько долго получится обзор. Но я думаю, что он будет интересный. Так, ладно. У нас осталась клубника, малина, черника, черная смородина, взрывная карамель, шипучие шарики. Или ягодный миг, взрывная карамель, шипучие шарики. Давайте вот эту. А вот эту оставим на конец. Потому что тут слишком много всего, знаете, про толку. Ух! Оставим на конец. Тут белый шоколад, как я понимаю. А вот мне очень интересно посмотреть, как он тут будет, этот белый шоколад. Как он тут раскроется, как он тут всякая... Оооо! Смотрите на это. Так. Ну, такой вкус, конечно, пахнет, да, белым шоколадом, но он такой. Какой-то немножечко химозенький. Шоколадка вся просто в ужасном состоянии, она вся поломана. Блин, ну это так красиво, что я не могу вам не показать. Посмотрите. Да, она поломана, но, блин, какие красивые дольки. Вау, смотрите. Прям милота какая-то. Милота и милотой, но мы должны проверить это, конечно, на вкус, потому что красивое может быть все, а вот вкусное лето. Шоколадка прям вся поломанная, просто посмотрите. Вот так, но выглядит она особенно. Смотрите, вот такие вот прекрасные дуречки, внутри которых вот какой-то ягодный микс у нас находится. Я хочу вот эту дурку, я, наверное, всю ее съем. Хотя нет, ладно, давайте попробуем сейчас. Немножко в зубе застряло. Большая мармеладка, которая там была. Она немножко не жуется. Ну, смотрите. Шарики не сильно взрываются. Хоть нам и обещают, верно. Шипучие шарики. И знаю, короче. У меня мармеладка в зубе застряла. Но они почти что не чувствуются, у меня во рту ничего не взрывается. Сам шоколад белый. На удивление, мне он понравился. Он вкусный. И вот эти вот штучки, вот это вот, это у нас как раз, как я понимаю, какие-то ягодные мармеладки, ягодный микс. Они похожи на желейки, но не как в этой шоколадке. Здесь они маленькие, и не какой-то отдаленный вкус, не такой, как вот здесь. А здесь прям вот мне попалась огромная такая желейка-мармеладка. Это просто как мармелад в шоколаде, знаете. Блин, ну это прикольно, это интересно. И тут как бы, как я понимала, по шоколадке нормально так. А вот это что за розовые штучки? Ммм, это, наверное, в жирные шарики. Похоже, но они не взрываются. Вот просто такие розовые симпатичные шарики. Мне очень понравилось оформление этой шоколадки, потому что она такая, знаете, какая-то... У нее какой-то свой вайб вообще отличается от вот этих вот четырех. Ну, пока трех, которые мы попробуем, но нас ждет еще вот этот там. Такой, да, отдельный такой-нибудь вайб на вкусе. Так, приступаем. Завершаем нашу дегустацию. А, я же оценочку не поставила. Я, наверное, поставила где-то 8 из 10. Типа, просто-напросто, потому что я не сильный любитель белого шоколада, но мне понравилось. Очень даже. Пока топ занимает мои вот эти шоколадки. На удивление, это не входит в какой-то некий такой прям бум. Я не знаю, почему так. Я думала, нам больше всех не понравится. У нас осталась вот эта. Это классная шоколадка, в которой нам очень много всего обещают. Клубнику, малину, чернику, черную смородину, взрывную карамель и шипучие шарики. Звучит вкусно. Ну и выглядит, конечно. Какие-то фиолетовые там шипучие шарики нам обещают. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Пахнут они все плюс-минься одинаково, кроме вот этой. Это пахнет более каким-то белым шоколадом и больше ябодами. В чем прикол? Вообще толком ничего не почувствовала. Просто обычный молочный шоколад. Вот сейчас мне только попалось. Ничего взрываться. Окей. Слушайте, она очень-очень схожа с вот этими длинными шоколадками. А особенно с вот этой, потому что у нее тоже вот эта шкарка есть. Какая-то такая кислота некая. Наверное, это тут играет черная смородина. Да вообще, в общем, наверное, тут играют ягоды. Но мне кажется, что черная смородина, черника, я ее прям как-то ощутила. Вот с этими шариками, которые начали у меня взрываться во рту. И немножечко это все кисленькое. Хотя не немножко. И здесь, конечно, прям уф, кислота. А здесь все равно получше, послабее, как-то поспокойнее. Но при этом такое. Я поставлю 6 из 10. Наверное, да. Ну что, как вы думаете, какая же шоколадка выиграла сегодняшнем нашем обзорчике? Я думаю, не так понятно. Хотя, ну... Она. Это великолепие искусства. Великолепие, да, великолепно просто. Я не знаю, честно, не ожидала, что мне она понравится больше всех. Но кола и попкорн. Это же даже звучит как-то, знаете, идеально. В общем, эта шоколадка мне понравилась больше всего. Поэтому она на первом месте в сегодняшнем топе Альпин Гольц и Вной Карамелиус. Советую. Особенно те, кто любит колу. Особенно... Ну да, особенно те, кто любит колу. Второе место. Это вот такая шоколадка. Хоть я не любительница белого шоколада. Мои хорошие, это занимает второе место. Еще благодаря желейкам, которые находятся внутри. Третье место. Третье место. Это у нас, наверное, все-таки вот эта вот шоколадка. Это шоколадка, потому что она слишком такая базовая. И она не заменит, конечно, нам ничто. Не заменит нам, конечно, ничто. Короче, ничего она нам не заменит. Вот. Потому что у нее особый вайб. Она просто вот эта просто база. Тут просто взрывные карамельки. И просто печенье. Хотя на самом деле печенье я что-то не почувствовала. Наверное, потому что я укусила немножечко. А там внутри, может быть, оно еще и есть. Но что-то я сомневаюсь. Ладно, ради вас я готова, ребят, пойти на... О, она тут как раз разломанная. Да, печенье имеется. Печенье имеется. Такое слабенькое. Это третий топ. Все, у меня рут опять взрывается. Четвертое место у нас занимает... Так бы грустно не звучало, но вот это... А это занимает последнее место. Потому что для меня она оказалась слишком кислой. И какой-то слишком... Ну, не знаю. Может быть, те, кто любит немножко кисленькое. Те, кто любит там... Ананас, маркуя, манго в сочетании с шоколадкой. Может быть, им это понравится. Но не мне, к сожалению. Вот такой обзор получился. Я сейчас, наверное, даже эту шоколадку беру в шоколадную пахунку. И вот эту. Мне они прям понравились. Но если говорить честно, вот сам же у нас обзор. Это обзор шоколада Кальпинггольд с взрывной карамелью. И как бы вот... Ну, вот это тут вообще ничего не взрывается. И тут тоже слабенькое. Я не сильно не чувствовала. Поэтому если судить именно по взрывной карамели, то самая вкусная для меня взрывная карамель оказалась, это, конечно, вот эта. Потому что я говорю, это всегда база-баз, где взрывается эта вся шипучка. И еще магнелад. Да. А если считать просто по всем шоколадам, то это, к сожалению... Нет. К счастью. Мне понравилось больше из всех. Вот такой вкусный, сладкий и шипящий обзор у нас получился. Напишите в комментариях, как он. И обязательно напишите в комментариях, какую шоколадку вы бы хотели попробовать. Или какие шоколадки вы пробовали из этой серии. Какая ваша любимая. И так далее. Всех люблю. Всех целую. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мой телеграм. Там много моей жизни. Особенно сейчас. Потому что много всего интересного у меня там происходило. День рождения. Всякие путешествия. Куда-то вот езжу. Ну и, конечно же, там больше я общаюсь с вами, мои любимые подписчики. Вот. Поэтому всех люблю. Всех целую. Спасибо за просмотр этого обзорчика. Всем поки-поки.